Девушки отдыхают 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 Принял Простите, вы кто? Здравствуйте, Филипп Я Таня Аркадьева Мы с Наташей учились в одном классе Примите мои соболезнования Мы с Наташей в детстве были очень близки Потом, правда, долго не общались Вот недавно списались по электронной почте Вы... вы так на неё похожи? Да, иногда нас принимали за сестричек Простите меня. Простите. Все уехали? Я думаю, что уже пора. Я прошу вас в мою машину. Я помню, она говорила, она ждала вас в гости. Мы думали, что вы будете гостить у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да. Хотя, если честно, мне кажется, ему с ней очень нелегко было. Вечно ее на какие-то подвиги тянуло. Нет, точно. Прямо как Сэлма она прашивалась. У девки муж сказка. И на нефтяной трубе плотно сидит. И красавчик каких мама. Так цени. Живи и радуйся. А она то с парашютом прыгала, то с аквалангом ныряла. А вот сейчас с лошади. Ой, слышу, девочки. По подруге горюете. От души. Ну, Антон, скажи что-нибудь. Ты же все-таки друг семьи. Я. Я сейчас не могу и не готов. Я позже. Скажите вы, вы же старший за этим столом. Я начну. Наташа была очень светлым человеком. Мы всегда будем скорбеть о ней. Пусть земля тебе будет пух. Наташа. Пусть земля тебе будет пух. Наташа. Пусть земля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько нам дали процентов по акциям? Не поверю. Ну? Двадцать пять. Да ты что? Ну, за это надо выпить. Филипп, пап, не челкайся. Филипп, милый, вышел бы ты на улицу. Тут без тебя обойдутся, разберутся. На крылечке там хорошо, там прохладно. Птички поют. Да-да. Пойди, посиди один, тихой. Вы всегда все лучше меня знаете. Филипп, я воздухом подышу. Один. Душно там, правда? Да. К тому же, я там никого не знаю. Я всех знаю. Все равно чужие. Да, простите, я успела заметить. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, почему так вышло, а? Почему так? Вы знаете, а я в том, вам, понимаю. Да не могу поверить, что это случилось с Наташей. Это даже чересчур несправедливо, мне было столько, много жизней. Она вас ждала? Очень ждала. Оставайтесь. В смысле? В прямом. Воздух чудесный, дом хороший. Вы посмотрите, что тут Наташка своими руками сделала. Но я не знаю, как с работой. Вы возьмите за свой счет. Я все сделаю и все оплачу. Она так вас любила. Фил, а я тебя везде ищу. Что ты хотела? Фил, я не хочу говорить лишнего. Ты знаешь, как мы любили Наташеньку. Она была самой жизнелюбивой из нас. Это ее и погубило. Просто помни, кому ты можешь позвонить и к кому приехать. в любую секунду. И знай, что у тебя есть преданный друг. Да. Знаете, Филипп, я останусь погостить у вас. Спасибо. Это все она придумала. Каждый сантиметр. Все ее руками сделано. Каждая кочка. Каждая клумба. У нас садовников миллионы были. Понимаешь, миллионы. Она всех выгнала. Всех выгнала. Сама все своими руками здесь сделала. Хотела рай сделать. Наш домашний рай. на двоих. Ну, вот. Сделала. Причем, я я же это все ненавидел. Ну, просто ненавидел. У меня все в городе. Работа, дом еще один, тусовка, бизнес. Все там, а. Ну, зато теперь полюбил. зато, и, вкусно. С Comedy, Откуда это у тебя? Нашёл. На том месте, где погибла Наташа. Это её кулон. Не уверен. Зато я уверен. Я бы всё-таки проверил. Дай мне. Филипп, это может быть уликой. Да какая улика? Ну, как знаешь. Опять ничего не поеду. Сидит пустыми глазами в компьютер смотрит. Потеряно весело. Ой, Господи, да надо ему скорее на работу выходить. На, людях-то всё-таки полегче будет. А так ведь вот с ума можно сойти. Дарья Маклевна, Филипп кофе просил. О, я сделаю. О, погоди. Детка, ты хорошая девочка. Ну, пожалуйста, поговори с Филиппом. Пускай он выходит на работу. Надо ему чем-то голову-то занять. А то ведь уплывут миллионы там. Если за ними не следить. Хорошо, я попробую. Ой, пошла, пошла, пошла. У меня там ещё обслуга не кормлена. В лес ходили? А что, нельзя? Я вас спрашиваю, вы в лес ходили? Раньше нужно было охранять. Я вас не просила. Тань, да вы не обижайтесь на меня. Просто я не хочу, чтобы в этом доме ещё с одной симпатичной девушкой случилась беда. Наташа. Вы, вы простите меня, я пригласил вас погостить, а сам хотите, скажу, водитель, он завтра вас по Москве повозит. Кофе останет. Да. Вы же гости в столице. А ничего не видели. Филипп, мне нужно очень серьёзно с вами поговорить. Как вы узнали про корицу и сахар? Не знаю, угадала. Правильно угадали. Ответи. Мне к такому кофе Наташа привыкла. Я думаю, такой вкусный только она умела готовить. Знаете, она все мои желания умела угадывать. Знала, что я где потерял. Всё знала про меня. Ну, не даром же мы вместе с ней столько много времени провели. А можно я попрошу вас называть меня на «ты»? Попросите. Я прошу вас. Только я взамен вас тоже кое о чём попрошу. Ну, да, конечно. Филипп, пожалуйста, выйдите на работу. Ну, тебе сейчас необходимо начать общаться с людьми. Ну, да, вы... Ты, конечно, права. Обещаешь? Обещаю. Сейчас ладью потеряешь. Что? Фит. Ну, как он там? Да и ничего. Нормально. Если что, ты мне позвони, хорошо? Антон! Ну, в общем, ты меня понял. Давай. Здравствуйте, Антон. Филипп с вами приехал? Нет. Филипп на совещание, о котором он забыл. Мне пришлось за документами приехать, о которых он тоже забыл. А как он вообще? Что вы имеете в виду? Ну, он же первый раз сегодня пошел на работу после этого. Ну, нормально, бодрится. Уже пару разгонов дал с утра. Без него же земля вертеться не может. А вы, я вижу, принимаете все проблемы Филиппа близко к сердцу. Это трогает. Что удивительного? Просто мне не безразличны близкие люди Наташи. Филип кажется мне очень симпатичным и добрым человеком. Ну, еще бы. Здоровый, нормальный, 35-летний мужчина с капиталом. Ну, не в первой сотне, но придет время, он до нее доберется. Такой мужчина многим, многим женщинам кажется добрым и симпатичным. К тому же он теперь свободен от семейных обстоятельств. Не упустите. Рекомендую. Антон, ваши намеки неуместны и неумны. Вот что удивительное. Ни одна из жен Филиппа никакой пользы из брака с ним не извлекла. Прости, ты куда? Я уезжаю. У тебя же все в порядке, ты вышел на работу. Постой, постой. Прости, но у тебя все в порядке, точно? Да, все хорошо. Но почему ты тогда не хочешь остаться? Извини, я правда не могу. У меня на работу нет. Да, 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 да. Но на такси ты точно не поедешь. Разбери с ним. Извините. Прошу. Скажи, у тебя... У тебя точно все в порядке? Да, все хорошо. Ну, а... Ты еще к нам приедешь? К вам. Ко мне, ко мне. Спасибо. Таня, 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 привет, дорогая моя. Ой, привет, привет, дорогая моя. Слушай, как ты хорошо выглядишь? Ты что, похудела, что ли? Слушай, а ты что вернулась-то? Мы же думали, что ты не вернешься. Привет, а что это я не вернусь? Ну, как? Что ты в Москве такой крутой тусовки отолачивала? Слушай, я девчонкам в больнице так и сказала. Наша Танька поехала на похороны, а на похоронах самые женихи. Слушай, а этот твой Филик, он как вообще ничего? Ну, что ты несешь-то? Человек и такое горе, а у тебя одно и то же на умеет. Подумаешь, горе. Он что, первую жену, что ли, хоронит? Привыкнуть уж должен. Ну, ладно, прикройте, кто это? Сережка. Классный такой вообще. Ладно, давай, до вечера увидимся на работе. Ой, Тань! Слушай, самое главное забыла. У Наташкиной мамы после приступа инсульт случился, парализовала. Ну, я тебе привет передарю. Хорошо, спасибо. Я зайду к ней прислушиваю. Хорошо. Сережа! Да, алло. Алло! А, Женька, это ты? Ну да, утром приехала, на работу собираюсь. Ну, похоронили. Нормально, мужик. Слушай, ну давай, ничего интересного вечером расскажу. А пока. Я, конечно, отмахивалась, когда подружки намекали, будто я влюбилась в Филипп. Этого я точно не планировала. Ну, с каждым днем я все больше и больше думала о нем. Я ходила на работу, занималась обычными делами и надеялась, что он позвонит сам. Филипп Сергеевич, подарки сотрудникам на предстоящий корпоративный вечер я заказала, эскизы для вас я подготовила. И еще, по завтрашнему дню, вылет в Сургут, 19.50 из аэропорта Домодедова, машина из офиса в 17.00. Встречу с партнерами я принесла на 15.00, у вас в запасе будет час времени. В Сургуте вас встретят около трапа, я звонила. Филипп Сергеевич, пока вас не будет, я могу взять отпуск на два дня? За свой счет, разумеется. Конечно. Спасибо. Спасибо. Ты не разучился общаться с женщиной? Да, ну, не замечал. Угу. Напрасно. Кстати, о Сургуте. Помнишь, летом приезжала Наташина подружка? Ну, тогда. Как ее? Страшно на нее похоже. Таня. Точно. Она на тебя запала. Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Слезь со стола, пожалуйста. Я хочу поговорить о Дееве. В Сургуте я хочу обсудить долю Фадеева. Да. Алис, я перезвоню. Когда буду свободен, тогда я перезвоню. Слезь со стола. Нет, все-таки Сережа. Сережа, потрясающий мужчина. Ты посмотри, какое он мне кольцо подарил. Ну, Таня. Счастливая. Танька. Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. А это кому? А, вам, девчонки. Спасибо большое. Я сегодня прилетел. Я внизу подожду. Прошу. Я у входа стоять буду. Ну, что ты стоишь, как дура? Иди к нему. Я тебя подменю. Давай. Перчатки. Нет, нет. У меня еще два совещания, и потом я буду свободен. У меня везут в аэропорт, и я лечу в Москву. Да. Это... О, все, я потом перезвоню. Давай, пока. Вот. А... У тебя есть минутка, как же? Пройдемся. Я... Я вот все хотел тебе позвонить. Чего лишь не позвонил? Не решался. Я бы обрадовалась. Здорово. Теперь буду знать. А ты здесь часто бываешь? Ну, теперь буду часто. Ну, по делам. У тебя все хорошо? Да так. Обычная депрессия перед днем рождения. Знаешь, там переоценка ценностей и все такое. А так, честно говоря, я не отдыхал давно. Когда уже день рождения? Да! Нам пора! Через три дня. Люсь, а что это за мужик возле нашей Таньки крутится? У этого мужика, между прочим, нескольких миллионов долларов. Понятно, Рудольф Валентинович? Понятно, Люсь. Ой, Таня! Тебе... Жаль. Извини, я... Я была очень рада нашей встрече. Я тоже. В такую шальную погоду Нельзя доверяться волнам. Нельзя, почему ж, дорогой мой, Я волны морские люблю. Дай парусу полную волю, Сама же я стану к рулю. Дай парусу полную волю, Сама же я сяду к рулю. Ой, хорошо. Девчонки. Нет, ну, Тань, Вот скажи мне, пожалуйста, Ну, такое может быть? Три месяца человек носит тебя на руках. Планирую вместе медовый месяц. Вдруг баба Звонит его жена. Законная, между прочим. Мам, он тебе что сказал? Ну, что он мне сказал? Что сказал? Ты такая романтичная девушка. И мне вновь захотелось почувствовать себя с тобой свободным и безрассудным. Господи, ну, чем же я тебя успокаиваю? Зато ты с него кальцо дорогущее вытянула. Так, Люсьен, А теперь слушай меня. Все с этим твоим Славиком, Сереженькой, было понятно с самого начала. Ты извини, но ты его интересовала только как сексуальный объект. Да что? С женой он детей растит, а с Люськой наш по постели шляется. Женька, ну, что ты говоришь? Успокоила подругу. А зачем врать? Вам что, еще не понятно, что большинство мужиков подонки? Ты что, мало в этом убеждалась? Или я? Или Люська? Ты первый раз, что ли, обломалась? А этим самовлюбленным сволочам на джипах по 200 тысяч долларов им вообще верить нельзя. Да это неправда. Это неправда. Вот Танькин Филипп, он, например, очень хороший человек, несмотря на то, что богатый. Танькин Филипп, ну ты-то что языком молочишь? Ну, а что, ну я сама его видела. Мне, между прочим, от него букет цветов достался. Ой, ну ладно, ну приехал в Сургут, как вежливый человек, просто пришел, проведал. Да, Филипп, привет. Поздравляю, как ты? Да, так себе подруги вот на жизнь жалуются, погода паршивая, а так праздника хочется. Скажи, а я правильно помню, что ты леток от 300 не отдыхала? Ну да. Я тут подумал. А знаешь, я этим летом еще ни разу не был на своей яхте. Может быть, поплаваем? Ты подумай, я тебя приглашаю. На яхте вместе? Ну, у тебя будет отдельная каюта. Соглашайся. У тебя там гости? Да нет, какие гости, это подруги. А? Слушай, тебе билеты принесут домой, на самолет. Я прошу тебя, не бойся. Хорошо, не буду. Хорошо, я буду тебя ждать. Я хочу тебя поблагодарить. За что? Ну, я сейчас как будто на другой планете. Ты знаешь, я хочу тебя поблагодарить. Меня-то за что? За что? Ты знаешь, я... Да я никогда не был так счастлив. Ты просто хочешь, чтобы я думала, что ты волшебна. Это хочу. Прошу. Прошу. КОНЕЦ 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 Поздравляю, Поздравляю! Ну, что Братева, поздравляю! Хрен бы ты без меня женился. Твоими молитвами. Спасибо. Филипп, поздравляю. Спасибо. У тебя очень красивая жена. Да, это есть. Фил, поздравляю тебя. Спасибо. Но я надеюсь, то, что сегодня произошло, не означает, что ты забудешь старых друзей. Ведь ты не позволишь украсить себя на тонкое. Это наша с Филиппом свадьба. Я его жена, Татьяна. Очень приятно. Это так, на всякий случай, вдруг вы забыли, по какому поводу сюда пришли. Вы один? Один. Филипп, я поздравляю тебя. Я очень рад за тебя, действительно. Танюш, будьте счастливы. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Очень быстро я поняла. Чтобы жену олигарха не так уж весел. Мужа дома почти нет никогда. Личной свободы тоже нет. Даже по магазинам прошвырнуться, как нормальная женщина, не можешь. Служба безопасности запрещает. Стилисты, парикмахеры, все приезжают домой. А запросто поболтать с ними не выходят. Слово лишнее бояться сказать. Делать абсолютно нечего. Скука. А для меня так важно было общаться с Филиппом и всеми, кто его окружает. Что с тобой? Слушай, ну ты целыми днями на работе пропадаешь. Мне скучно без тебя. У меня же нет здесь друзей. Поговорить даже не с кем. Что будем делать? Что, а давай праздник устроим? Давай. Ну только не будем приглашать людей, которые тебе нужны по работе. Давай с теми, с кем просто. Ну Дарья Матвеевна, там Андрей Евгеньевич. Может быть с Антоном помирить. Ну это вряд ли. Уже тогда я все хотела тебя спросить, а ты уходишь от ответа. Да ладно. Что? Где твоя мама? Она же вроде бы в Москве живет. Почему я на свадьбе не был? Скажи, а ты любишь рок? Да. У меня есть хозяинка клуба знакомый. Там классный рок. Я в среду, к сожалению, не могу. У меня немцы приезжают. А ты сходи. Ладно. Оторвусь хоть по полной. Пошел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, Анечка. Я вижу, ты тут веселишься. Мой приятель, Ромарио, хочет тебя развлечь. Слушай, а что такая грустная? Красивая, а грустная. Что не нравится? Смотри, какое настроение. Отдыхай, веселишь, что ты? Спасибо, обойдутся. Антон, а почему он, может, на работе, а ты здесь? Вся проблема Филиппа в том, что за свою жизнь он научился двум вещам. Вкалывать и жениться. А мне работа нужна, чтобы жить, как я хочу. Впрочем, если бы он был здоров... А почему ты считаешь, что он болен? Да не то, чтобы болен. Но он не болен, он трудоголик. О, трудоголик. Наше предложение в силе. Если хочешь, возвращайся. Работа. Работа. Дима, ну что у тебя здесь? Да понимаю, как исправить, только за два часа это не получится. А за сколько получится? Не знаю, но за ночь, наверное, получится. Ты что, ты с ума сошел? Ты хочешь сказать, что все это, всю ночь не будет работать? А если что, случится. А что делать? Ну, может, Мишку с Витикой дополнительно на дежурство вызвать? Не знаю, ты вызывай кого хочешь, понятно? Только чтобы к шести утра это точно все работало. И не трепаться, понял? Понял. Кстати, а когда ты повезешь на ту квартиру камеры? Не знаю, там вроде в субботу собирались с Треки уехать. Ну, заглянул. В субботу, значит. Ну, да. Ну, давай, не Денисов. А что случилось? Да я сам толком не знаю. Там вроде Елена Сергеевна пыталась с балкона прыгнуть, что ли. В общем, Филипп сказал установить камеру, чтобы знать, чем она там занимается, когда никого рядом нет, когда одна остается. Ну, вроде как, чтобы понять, от чего ее лечить. Ладно, давай, занимайся. Ну, пошел, пошел. Что, что? Ты хоть понимаешь, что так не работает? Слушай, у нас все есть. Чего тебе не хватает? У нас серьезный бизнес, не пацанские игры. Ну, конечно. Это же только ты знаешь, что такое серьезный бизнес. Да потому что я, в отличие от тебя, знаю экономику. И вся наша прибыль, это моя заслуга. Насколько я помню, мы с тобой этот бизнес начинали вместе. Да, вместе. А что теперь? Тачки, телки, кокаин, да? Да ты же не можешь ничего. Ах, у нас такой разговор пошел. Ладно, тогда я тебе тоже кое-что скажу. Интересно, у нас появилась здравая мысль? Очень здравая. Я знаю, от чего ты бесишься. И никакой бизнес здесь ни при чем. Да что же при чем, а? Ты как идиот думаешь, что у меня с Наташкой... Закрой рот, я сказал. Нет, я тебе скажу. Ты как идиот думаешь, что у меня с Наташкой что-то было. И уже полтора года придираешься ко всему, что я делаю. Если бы я так думал, ты бы давно уже умер. Дурак. Хорошо. Наташ, ну вещь? Да. Прости. Я слышала, ты ругался с Антоном. У вас там что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Ну, а что ты тогда так переживаешь? Что видно? Видно, что переживаю? Ну да. Ты при его имени постоянно дергаешься. Хрен его знает. Я уже не знаю, как быть. Я просто не знаю, что делось. Мы с Антоном в одном дворе росли. Мой лучший друг был. Бред какой-то. Только не убивай его, ладно? Да. Ты это слышал? Мне плевать, что скажет эта медэкспертиза. Это ясно? Филипп, мы должны дождаться результата. Пожалуйста, пожалуйста. Ничего. Антон умер. Как? Его нашли мертвым. Придет Андрей Евгеньевич, я буду ждать его на верху. Да при чем здесь Андрей Евгеньевич? Это доктор наш. Семейный. Доктор. Ясно? Филипп, что происходит? Слушай, а может тебе успокоительных выпить, а? Не может, не успокоительных. А что тебе нужно, а? Ну, и все в порядке со мной. А вот и вчера собирался убить Антона, а утром он умер. Что ты, что? Ты что, ты меня подозреваешь, а? А что я должна была подумать? А ты ничего не должна думать. Жена должна во всем доверять мужу. Ты не знала? Ты не знала этого, а? Филипп. Ну, что? Что там? Филипп, послушай. Здравствуйте, Анюша. На первый взгляд, вроде, вроде, все просто. Сердечный приступ, то, что называется острая сердечная недостаточность. Мои коллеги так и записали в заключение. Ты поняла? Но, Филипп, понимаешь, а... Что? Что? Есть одна странность. Ну, какая? Погуляй полчаса. Пожалуйста. Садитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Ну и ко мне он с жалобами на сердце никогда не обращался Так может он обращался к какому-нибудь другому врачу? Теоретически возможно, конечно, он уже свободный человек Может быть он пошел к другому доктору и этот доктор назначил ему лечение, но... Ты понимаешь, концентрация препаратов в крови запредельная Ни один врач таких доз не назнает Хорошо, хорошо, запредельно, и что, и что? И что, и что? А то, что? Что именно этот препарат в такой дозе и может вызвать острую сердечную недостаточность? Что? Я не понимаю, он что, сам себе это колол не насильно? Да зачем колоть-то насильно? Достаточно добавить еду, я знаю, питье Борис, ментам не говори, сами справимся Почему не на посту? Хреноват Ты что-то делаешь? Тебе на что деньги платят? Ты что-то делаешь? Что я с ними делаешь? Деньги на что делаешь? Что ты делаешь? Тебе на что? Ты мне платят? Нет, что ты из-за таких, как ты? Я не гибнусь! О, как ты? Да не трогай! Не трогай меня! Не трогай меня! Я сейчас не трогаю! Что случилось? Да мне бы мать на мобильный позвонила, ну на минутку отрогся, а тут он зашел и не началось Дай сюда мобильный Я сказал, дай мобильный Стой, тебе позволять! Тихо! Не трогайте меня! Тихо! Стой! Здоровой! Раньше-то у Филиппа часто приступы были А потом как-то с годами прошли А вот теперь, не знаю, наверное, из-за смерти Антоши обострение началось Как его раньше лечили? Так так и лечили Андрей Евгеньевич показал его своим коллегам, профессорам Потом выписал лекарства Ну, а теперь Боря вот колет Почему Борис-то колет уколу? Ну, можно же медсестру пригласить? Господи, да ты же видел, в каком он состоянии-то бывает во время приступа Какая же медсестра с ним справится, скрутит его? Ну да, понятно Дарья Матвеевна, а кто эта женщина? Я ее на похоронах Наташи видела А, ну так это мама Филиппа Я так подумала Почему она к нам не приходит? Я никому не говорила А тебе скажу Ну только ты никому Хорошо Филипп с мамой уже три года, как не видится, совсем Совершенно У него тогда как раз приступ был Вот, а они поссорились Ну вот теперь она рассказывает, что он ее выгнал Филипп выгнал мать Ну он наверняка бы извинился перед ней, она же знает, что он болеет Она бы его простила Да он пытался, он сто раз пытался, но она-то ни в какую, милая У них все не очень просто Она все время деньги требует Вот А с головой-то у нее Не очень И у нее тоже Может это у них наследство? Да что ты? Он до аварии совершенно нормальный был Ну какой бизнес построил? Что ты? Нет Вот у нее-то У нее-то между нами, говоря, совсем плохо с головой И Андрей Евгеньевич Между прочим, с ней полжизни провел Ну теперь модно Домашний врать Ему даже переучиваться пришлось А он в молодости-то Простым психиатром в дурдоме работал Дарья Матвеевна, у меня вот такой фотографии с Наташей нет Можно я возьму? Господи, ты, конечно, возьми Ну теперь ты, это, твой семейный альбом Скажи, напугал я тебя утром? Ну, зря ты мне все не рассказал Ну? Что у вас после той аварии было? Мы в фуру врезались Аня на месте погибла А он Он меня из горящей машины достал Кто? Борис Сам весь переломан был А меня? Ну, мне, выходит, жизнь спас Вот так вот Прости Алло Татьяна? Да Добрый день, это Елена Сергеевна, мама Филиппа У меня к вам дело, я бы хотела завтра с вами встретиться Да, конечно, завтра В 12 В Османный переулок, дом 5, квартира 2 Хорошо Я Таня А это вы? Проходите А что, вы меня приняли за кого-то другого? Не важно, проходите Я вас слушаю Я хотела поговорить с вами о Филиппе Андрей Евгеньевич говорит, что у него сильное обострение Его надо правильно лечить Иначе он может такое Затворить Что вы имеете ввиду? Ну, вы видите Вы свидетельство, что бы ему делали уколы? Да, конечно Борис делает ему уколы довольно регулярно Борис 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 Борису доверяют больше, чем родной матери Я принесу вам кофе Филипп подарил? А, ну да, конечно. А он вообще много успел вам подарить? Ну, не знаю. Машину подарил. Одежду разную. Ну, вообще-то, я живу на всем готовом. А состояние? Он на вас еще не переписывал? Нет. Ну, да, да. Филипп не дурак в состоянии ни на кого переписывать. Скорее, выдавится. Мне казалось, что он совершенно не жадный. Не жадный? А вы знаете, что он выгнал меня, когда попросила переписать на себя часть состояния? Ну, я знаю, что у вас какая-то неприятность вышла. Неприятность? Стоило мне только заикнуться о деньгах, как мой собственный сын избил меня. Избил? Да. Он ударил меня, потом выгнал. Я уверена, что он очень жалеет об этом. Он болен. А мне казалось, что он обеспечивает вас во всем. Зачем же вы заговорились с ним о деньгах? Если бы вы знали, сколько и на какую сумму он покупал Наташи Ани. Я просто хотела обеспечить себе достойную старость. А Филиппка не побрезговал в ответ выгнать родную мать из дома. Он вообще очень-очень эгоистичный мальчик. Учтите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Борис. Борис. Я надеялась, что вы сделаете именно этот вход. Ну и... Подожди, а... Фу ты, черт, как же я не заметил-то, а? Тьфу... Ну, надо же. Первый раз женщине проиграл. Так... Не расстраивайтесь. Я же не просто женщина. Я кандидат в мастера спорта по шахмату. Серьезно, что ли? Уважаю. Я в детстве даже с Каспаром играла. Проиграла, конечно. Ну, а почему перестали этим заниматься? Не знаю, как-то не видела в этом смысла. И потом играла, когда интерес был. Мой тренер говорил даже, что из меня может получиться хорошая шахматистка. Правда, я к деталям невнимательна. До сих пор со мной не здоровается. Из-за того, что бросила. Понятно. Ваш ход? Я знаю. Ну, что ж. Я 2,4. Борис, я думала, что вы сегодня уедете. У вас же сегодня выходной. Ну, да, выходной. Но ехать как-то особенно некуда. В городе наверняка есть родственники. И, в конце концов, личная жизнь. Какая там личная жизнь при такой работе? А родственники у меня в Сибири. Да вы что? У меня тоже. А я знаю. А. Совсем забыла. Ой, боюсь, даже знаете обо мне больше, чем я сама. Милая девушка, это не профессия. Еще раз ошибешься, будем прощаться. Это ясно? Мне нужны все договора, подписанные Антоном. Нужно все переделать, чтобы везде стояла моя подпись. Я их уже собрала. Они у вас в столе. Прости меня, я в последнее время как-то... Прости меня. Это что? Лекарства. Я понял, чья она? Я думала, они ваши. А откуда она здесь? Не знаю. Ладно, иди, ты свободна. Свободна, иди. Андрей Евгеньевич, добрый день. Здравствуй, Филипп. Как ты себя чувствуешь? Да нормально, нормально я себя чувствую. Борис, делай себе уколы. Ты смотри, с этим не надо шутить. Надо пройти полный курс, а то будет как три года назад. Послушайте, все нормально. Скажите мне, что кололи Антону? Какое лекарство? Как называлось? Стерпантина. А что? Почему ты спрашиваешь? Да нет, так просто. Все, спасибо. Да я ни тебя не люблю, я просто часто Наташу вспоминаю. Тяжелые, должен тебе сказать, воспоминания. Почему? Не верь я, чтобы она сама себе голову разбила. А в лесу на каждом дереве камеру не повесишь. Черт, не углядел я, не углядел. Да и с Антоном какая-то темная история. Ну, можно же что-то выяснить. Все, Таня, не рви сердце, пожалуйста. Я и так чуть с ума не сошел. Хотел уволиться. Ну и что? Ну, что-что. Филипп не отпустил. Сказал, не хочу, чтобы это дело менты расследовали. Дал денег, кому нужно, чтобы молчали. Что ты делаешь? Я просто искал бумаги о твоей болезни. Почему не спросила? Зачем тебе это надо? Филипп, я не знаю, что с тобой происходит. Я боюсь тебя спрашивать. Я не знаю, чего от тебя ожидать. Ты же сам мне ничего не рассказывай. Послушай, твою мать. От тебя можно ожидать чего угодно. Что, 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 что? Ты зачем разговаривала с моей матерью, а? Да она сама меня пригласила. Она просто волнуется за тебя. Волнуется? Да ей плевать. Ты выгнал ее. Филипп, ты ударил ее. Кто ее ударил? Да ты видела, в каком она состоянии. Мне все равно, кто из вас говорит правду. Если ты серьезно болен, то давай будем серьезно лечиться. Но не нужно делать вид, что ничего не происходит. Ты болен! Ори! Кто болен? Ори! Кто болен? Кто же болен? Кто так от нас стоял? Кто болен? Кто болен? Кто болен? Морис, скажи, ты никогда не думала, что Филипп во время приступа мог убить Наташу и Анто? Ну или, в принципе, кого угодно. Ну или, в принципе, кого угодно. Игорь Леонидович, Татьяна Аркадьева из Сургута беспокоит. Вы у нас в больнице проводили семинар по экспертизе лекарственных средств. Мне очень нужна ваша помощь. Хорошо. Что-нибудь случилось? Да так, слегка напугал. Что на этот раз? Я сказала, что встречалась с твоей мамой. Мама. Понятно. Наконец-то! Решил навестить маму? Первый раз за три года? Зачем ты говорила с Таней, а? Я просто хотела узнать, как ты себя чувствовала. Ну, раньше тебя это не волновало. А зачем дергать мою жену, скажи мне? Ну, я просто хотела с ней познакомиться. Она совсем не... Так, не вступай заводить старую песню. Она не та, за которую себя выдаешь. Не смей говорить о моей жене. Мне все равно, что ты об этом думаешь, но я знаю правду. Да ты сумасшедшая, понимаешь? Ты сумасшедшая, ты, ты! Если кто и сумасшедший, это твоя новая жена. У нее такие же таблетки, как у меня. Я видела, она приходила с ними сюда, ко мне. Так, послушай меня. Ты в старости ни в чем не будешь нуждаться. Только не трогай меня. Слышишь, не лезь в мою жизнь. Слышишь, я вообще ничего не хочу о тебе больше слышать. Филипп, Филипп, извини. Очень срочный разговор. Филипп, ты только не волнуйся, она пыталась покончить с собой. Таблетки, ты понимаешь, как... Выезжаю. Никуда ехать не надо. Сейчас нельзя, понимаешь, Филипп? Она без сознания. Ты не беспокойся, я с ней. Она вне опасности. Будет нужно, позвоню. Все, мне надо ехать к матерям. Тебе не надо никуда ехать, Филипп. Да почему? Филипп, ты уверен, что она хочет тебя видеть? Ты что, не понимаешь, что это из-за меня? Это моя мать. Филипп, для начала нужно успокоиться. Подожди, Филипп, давай сделаем так. Я пошлю туда Диму, и он на месте разберется, что к чему. Знаете, делайте, что хотите. Прости, я хочу войдем побыть. Давай за ним. Я думаю, Филиппу надо сделать укол. Борис, не нужно делать ему укол. Ты ведь давно уже их делаешь, они ему не помогают, он не выздоравливает. Доктор сказал, надо. Значит, надо. Запомни, никто не должен это видеть. Можно доктору сказать? Скажешь, я прислал тебя, чтобы помочь ему разобраться в обстоятельствах этого дела. Сам утром приеду, а потом отошлешь его. Куда? Скажешь, что я лично просил его отвезти лекарства, которыми отравилась Елена Сергеевна, на экспертизу, что того требует инструкция, понял? Понятно. Знаешь, она из-за меня что-то с собой не покончила. Я ей такого наговорил, что... Скажи, ведь она просто с тобой встретиться хотела. За меня переживала. А я тебя чуть не... На нее норал. Нет, я с детства. Люблю и ненавижу одновременно. Ты отец? Он погиб, когда мне 12 было. Понимаешь, он был для меня всем. Понимаешь? Всем. Мы все-таки бродили вместе как. На работу меня с собой брал. Говорил, в ком здесь мой сын. Я им горжусь. Как-то зимой коробку построили. Все из микрорайона к нам ходили на коньках кататься. Летом на море, зимой в горы таскал. Знаешь, у меня дом как... Вот как рай был. Все было. Ни у кого ничего не было. У меня все было. И у матери все было. Все. Все, что захочешь. Шубы, бриллианты, машины, дачи. Она всем недовольна была. Знаешь, вот все не устраивало. Вот все не так. Когда он умер, она даже не вспоминала о нем. Даже в могилу ни разу не ездили. Все глаза прорыдала, потому что деньги с дома исчезли. А потом этот появился. И болит. Евгеньевич. Ты знаешь... И вдруг, ты знаешь, расцвела. Королевой стала. Говорила, что первый раз в жизни полюбила. Понимаешь? Первый раз в жизни полюбила. А про меня забыли. Просто забыли. Нет меня. Умер. А что самое интересное... Когда бизнес поднял, вдруг появилась. Удворимой, как цербер стала. Ты знаешь, она и моих жены из-за этого ненавидит. Потому что боится на старости лет без денег остаться. Понимаешь? Без крошки хлеба. Она боится. А у меня от этого голову винтит. Понимаешь? Просто голову винтит. Она же мать моя. Я же люблю ее. Понимаешь? Люблю. Филипп. Филипп. Ты ни в чем не виноват. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги. Я... Я ведь правда. Я... Я после этих приступов, я ни черта вспомнить не могу. Это... Мне просто страшно. Понимаешь? Очень страшно. Все будет хорошо. Алло. Танечка? Да, Игорь Леонидович. Мы сделали то, о чем вы просили. Ну? Результат оказался слишком уж неожиданным. Я не хотел бы по телефону. В течение часа наш курьер привезет по вашему адресу официальное заключение. Да, хорошо. Да, и еще. Будьте осторожны. Да. Копию сделал. Да. Давай. Фотография пусть побудет у тебя. Третий, четвертый, вниз. Воспать. 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 Воспать, вставай, вставай. Вставай, Филипп. Вставай. Мне нужно сказать тебе что-то очень важно. У меня есть серьезные основания подозревать одного конкретного человека. Смотри, я сделала анализ лекарств, которые тебе колол Борис. Все это время тебе давали лекарства, которые наоборот разрушали твою нервную систему. Слушай меня, он мне жизнь спас. Понимаешь, жизнь. Зачем? Зачем ему это нужно? Ну, правильно. Тогда же его еще не было в твоем завещании. Ты что? Здесь. Дверь. Филипп, мне надо с тобой поговорить. Говори. Я не могу при... Филипп, не ходи с ним никуда. Простите, чуть-чуть. Ты чего, а? Ты чего творишь, а? Тебе что, не хватало, а? Тебе что, денег не хватало, а? Извини, Филипп, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. А я думаю, что ты все понимаешь. Филипп, Филипп, Борис. Мама... Мама не хотела отравиться. Ну, ты послушай, послушай. Мама не собиралась покончить с собой. Я сразу удивился. Лекарства, которые я назначил, они не могли стать причиной смерти. Ты понимаешь? Тем более, что сейчас выяснилось, что выпила-то она всего две таблетки, как я и прописал. Что, о чем мы? Да дело в том, что лекарства подменили. Ты с чего взяли, а? Экспертиза. Да это и так ясно. Слушай, я ничего не понимаю. Объясни мне, я ничего не понимаю, что происходит в этом доме, а? Я понимаю, что происходит. Что? Филипп, это не Борис. Это Андрей Евгеньевич все сделал. Знать. Стоп, стоп! Подожди, он откачал мать и пришел сюда признаваться, что ли? Ну да. Для отвода глаз. Филипп, не забывай, что он психиатр и знает вас всю жизнь. Секунду. Именно он отговорил меня переписывать завещание на мать и доказал, что она очень больной человек. Все даже очень логично. Он ликвидирует всех наследников, женится на твоей матери, потом признает ее невменяемой и как опекул сумасшедший распоряжается всем состоящее. Бред, бред какой! Ну ладно, хватит, девочка. Что это? Доказательства. 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 Играет музыка Это я все устроила Представьте себе Моя мама растила меня одна, без отца Она всегда старалась доказать себе, что Может справиться сама, что ей никто не нужен Она долго обивала пороги всевозможных инстанций Чтобы отдать меня в лучшую школу города В ней учились дети городской элиты Тех, кого еще тогда в СССР называли лучшими семьями города И тех, кто уже тогда начал делать свои первые миллионы Мама всегда говорила, что я стану очень счастливой Если я смогу найти себе правильных друзей Я всерьез занялась шахматами Мне казалось, если я буду чемпионкой Ребята в школе примут меня как ровню Но ребята по-прежнему общались со мной снисходительно Просто как с умной, но бедной девочкой Я познакомилась с Наташей Это была превосходная девочка Ее папа был большой шишкой в нашем городе Все, что мне приходилось выгрызать зубами Она получала с легкостью Просто так, ни за что И на каждом шагу проявляла свое идиотское великодушие Делилась со мной своей популярностью Тогда я бросила шахматы Перестала общаться с ребятами из класса И поклялась себе Что стану богаче и счастливее их всех Что придет время и любой, кто сейчас чувствует себя круче Будет завидовать мне И заискивать передо мной Уже тогда я смутно поджидала удобного случая После школы, вопреки маминам грандиозным планам Я закончила простое медучилище Работала в больнице и ездили спокойно Наблюдала за жизнью бывших одноклассников А особенно за жизнью Наташи Я была уверена, что счастливый случай не заставит себя ждать Все сложилось намного лучше, чем можно было предположить Наташа вышла замуж за овдовевшего олигарха Тем самым удвоив отцовский капитал И стала одной из самых богатых женщин в стране Я имела право получить, наконец, все, чего было достойно Я стала переписываться с Наташей Я изучила до малейших деталей жизни ее семьи Ну, потом приехала в Москву Мы договорились покататься на лошадях Мое медицинское образование мне пригодилось Но не все пошло так, как было мной запланировано Ну, а дальше Влюбить в себя убитого горем Филиппа Было не так сложно Тем более, что из писем болтливой Наташи Я знала о нем практически все Избавиться от Антона тоже было легко Как раз в тот вечер в доме полетела система видеонаблюдения Потом я собиралась убрать мамаш И, наконец, представить все так Как будто бы это Сумасшедший Филипп Всех убил И в конечном итоге покончил с собой Но тут начались сбои Мамашу откачал безумный доктор Влюбленный в нее А разобраться с Филиппом мешал Чересчур бдительный Борис Он был везде Подменять лекарства Филиппа становилось все труднее Этот Борис оказался Настырь, ничем это можно было предположить По его способностям в шахматах Остальное вы знаете Заходим К стене Прямо Мама Любимая моя мама Андрей Евгеньевич Я хочу выпить за вас И за вашу любовь Филипп За здоровьем Хозяина Я позволю себе добавить Как без главного оратора Я хочу выпить за то Чтобы никогда больше Никто и ничто не смогло помешать Нам всем быть счастливыми в нашей семье Ну а если возникнут проблемы А проблемы обязательно возникнут Так всегда бывает между близкими людьми Это я вам говорю как психиатр Чтобы мы решали эти проблемы так Как их решают люди Которые искренне по-настоящему любят друг друга А я хочу выпить За то чтобы Филипп наконец Встретил добрую хорошую женщину Чтоб женился на ней И чтоб нарожали они нам Много маленьких внучат Ну да Я же опять жених Заходим Заходим Меня посадили всего на 10 лет Когда я выйду Мне будет 37 Вся жизнь впереди Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok